ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Надеялись к лучшему. Плохого не могло быть, потому что у нас подготовка была очень хорошая и все по плану шло. Поэтому надеялись. Но это, конечно, золото. Никто не ожидал у нас. Поэтому для всех это сюрприз был, можно сказать. Марафон – это очень длинная дистанция, поэтому там все можно успеть за это время. Конечно, начало было, со старта было не так тяжело. А вот на финише очень тяжело пришлось. Тем более марафон начинается после 30-го километра, как говорят. Самые тяжелые моменты начинаются с 30-го километра. Я это все помню, как с японкой мы боролись в это время. И как я на стадион уходила, гору так ушла от японки. И как на стадион заходила, и такой гул. Как будто вообще ничего не слышала. Оглохли уши. К финишу я неслась. 1 августа – это мне, наверное, на всю жизнь запомнится. И я каждый год себе делаю праздник и отмечаем этот день, вспоминая, как это все произошло, как это было. Даже своим первым тренером мы иногда отмечаем этот день. Японки, они очень, конечно, настырные, но она держалась, держалась. На последнем подъеме перед стадионом, вот я, видимо, в этот момент сильнее оказалась. Я ушла на подъеме и на стадион зашла одна. Я ее встретила, когда она финишировала, обнялись, поздравили друг друга. И мы с ней до прошлого года общались. Меня в Японию приглашала она. И мы переписывались с ней. Она тоже в Америке живет. Поэтому у нас есть связь. Кто ходит в гости по ночам, тут поступает мудро. 1 августа 1992 года вот в этот дом заполнить стали приходить люди для того, чтобы поздравить семью новоявленной олимпийской чемпионки. Их односельчанки Валентины Егоровой. Потом друзья рассказывали, как они всю ночь кричали, радовались, шампанскими из окон стреляли. Мне кажется, эта вся республика отмечала, радовалась в эту ночь. Долго ждали, где-то в полночь что ли показывали. Сидели все родной, все вместе смотрели, плакали вместе. Представить трудно даже. Это вообще кажется невозможно набежать столько километров. Очень боялись даже. Как лишь бы выдержала, пробежала. Вот эту фотографию мне во время Олимпиады сделали японцы для рекламы, чтобы людям раздавать. И когда я приехала, вот этот художник был у нас с нашего района. Он любитель спорта и марафона много раз бегал. Вот с этой фотографией он срисовал. В 1996 году также неожиданно появилась эфиопка. Никто не знал, что есть еще с эфиопией. И она уверенно, конечно, ушла сразу. Опять-таки мы за серебро и бронзу с японкой боролись. Опять с этой же японкой. Вот эфиопку, конечно, не ожидали. Поэтому она ушла сразу. Мы на нее внимания не обращали. Бывают такие выскочки во всех стартах. А мы думали, она если сразу убежала, не сможет. А она убежала далеко, и потом уже догнать невозможно было. Я довольна была и даже серебром. Два раза золото выигрывать в этом марафоне, это вообще сенсация была бы. Но я довольна серебром. Насколько я знаю, Валентина Егора, она ведь из Маргаурского района. А у меня отец тоже из Маргаурского района. Поэтому мне к ней отношение особое. Как бы землячка, будем так говорить. Косвенно не прямая, но косвенно землячка. Поэтому мне тоже ее успехи очень радовали. И тем более такое сложное дисциплине. Не все мужчины выдерживают, мы знаем, доходят до конца дистанции. А тут она не только выдержала, но еще и победила в марафоне. Это характеризуется с самой положенной стороны. Это говорит о том, что в чувасском народе есть еще неизученные, еще очень большие потенциальные возможности. Интеллектуальные и спортивные. Валя Егорова, да, то есть вроде скромные-скромные, а когда ты начинаешь, что там ты, это монолиты. Это монолиты. Люди, и жалко, что мужчин таких мало в спорте. Начиная с 1992 года, тонн в Олимпийском движении республики стали сдавать женщины. Валентина Егорова и Елена Николаева, завоевавшие по одной золотой и одной серебряной олимпийской награде, по своим спортивным результатам вошли в историю как лучшие спортсменки, чуваши 20 века. Валентина Егорова Быть спортсменом. Какой вид спорта любишь? Какой ему спорт нравится? Какой-то крутой. Какой? Крутой. Крутой. А какой крутой вид спорта? Как ты думаешь? Я думаю, что футбол. Футбол? Футбол хочешь играть? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok